Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 апреля. И вот я очень давно не показывала, вам не делала обзор рассады в теплице, просто-напросто потому, что она у меня вся стояла дома. Был у нас такой продолжительный период холодной погоды, и вот всего второй, или даже может быть третий день, когда наступило тепло, и понемногу-понемногу я стала опять эту рассаду выставлять. И вот сейчас у меня здесь и огурцы, и томаты, и все, и большие, и маленькие, все тут вперемешку, все ждут своей высадки. И сегодняшнее вот это видео я хочу ответить на вопрос, когда я планирую все-таки свои томаты высаживать в теплицу, вот самые-самые первые ранние, потому что, естественно, они уже очень большие, вот там за красным ведром стоят в белых ведрах, тут сегодня жарко, они все вянут, очень жарко здесь, и, конечно, им лучше было бы, тут условия для них не очень, видите, что они все в притырочку стоят, очень густо так, им лучше было бы высадить их, и там бы они расправили свои листики, и было бы у них много питания, но, еще раз повторю, вот этот период самый сложный, когда вроде бы уже и тепло, можно бы высадить, но впереди у нас опять такой скачок вниз температурного режима, что я высаживать пока боюсь, и дело даже не в том, что я вот заглядываю ежедневно на эти сайты, где синоптики о погоде своей сообщают, что там есть показатели, у нас даже прислали МЧС, вот эти предупреждения, сегодня у нас сейчас 16-18 градусов, мы вот делаем субботник, убираем территорию, мы ходим раздетые, нам жарко в футболочках, все, но буквально завтра уже ночью будет понижение до нуля, и во вторник будет днем всего 1 градус, а ночью минус 5, минус 4, конечно, под такой мороз я высаживать не буду, еще там на каждом сайте и в МЧС сообщениях написано, что будет снег, будет ветер, то есть будет настоящая весенняя метель, и в апреле и в мае у нас это случается, и поэтому мы вот здесь томимся в ожидании, ждем, я понимаю, что им здесь уже не те условия, которые им нужны, особенно вот те вот великаны здоровые, им бы на свободу, их бы рассадить поотдельно, чтобы было свободно, чтобы условия позволяли им, ну, для дальнейшей жизни, но мы будем терпеливо ждать еще 7 или 10 дней, и на вопрос, очень много в комментариях встречая вопросов, когда я буду высаживать, я всем пишу 22-го, 26-го, ориентировочно, потому что с понедельника, то есть, какое там число, точно не помню, вот с понедельника на вторник начинаются ночные температуры опускаться, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, будет держаться всю неделю следующую, представьте, днем всего будет 1 градус, и вот этот скачок морозного, вот такого ночного понижения мы будем пережидать, только с 22-го числа будут плюсовые температуры, и они будут держаться стабильно в течение недели, в течение двух недель, вот сколько я заглядывала, минуса такого крутого больше не будет, а если будет плюс 2 или плюс 3, это будет уже не страшно, к этому времени томаты уже укоренятся, но вот я говорю про свой, вот у меня сибирский регион, Алтайский край, я говорю про свои температурные режимы, но я думаю, что этот холодный вот такой поток, он промчится по всей нашей России, и я больше чем уверена, у всех будет вот это понижение, возможно еще выпадет снег, возможно будут вот эти весенние метели, так что с высадкой не торопитесь, все хотят пораньше высадить, но если высадить вот такой под минус 5 ночную температуру, то скорее всего корневая система может застудиться вот у этих растений, и потом она восстановится, конечно, но это будет большое, как стресс торможения, на неделю точно она, как на неделю позже, все это будет развитие, потому что я много раз высаживала рано, и когда минусовые температуры за бортом теплицы, земля, если без дополнительного подогрева, и не теплая грядка, она все равно охлаждается, корневая система как застужается, ну короче, рассада простывает, если вот так попросту сказать, она простынет, и пока она неделю так же, как человек, приходит в себя, выздоравливает, те, которые высаживаешь позже, они обычно догоняют и перегоняют. Я, конечно, свое мнение никому не хочу навязывать, но я вот хочу сделать так, подождать все-таки в теплицах вот здесь, если будет сильно холодно, даже домой занесу, многие сетуют, что дома уже некуда размещать, но у меня точно так же, у нас когда вот было холодно, мы заносили, даже приходилось в спальне вот эти ящички ставить, вот здесь мы спим, а через полметра уже тут же спят томаты ночью, и вот включаем подсветку, чтобы их не раздавить ночью, если куда-то пойдешь, но приходится с этим мириться, только для того, чтобы, конечно, выдержать вот этот сложный период, когда они уже большие, но высаживать еще вроде бы как страшновато. Мне даже вчера подруга звонила по телефону, что делать, вот ожидается холод, выдержат или не выдержат они в теплице. Я, мое мнение, я не рискую, если я знаю точно, что будет минус 5 через 2 дня, я не рискую не оставлять в теплице, если вообще нет подогрева, и не высаживать. Вот здесь, если я буду оставлять вот эту вот рассаду, я буду включать обязательно вот эту тепловую пушку, ветродуйку на ночь, и она все-таки, если будет температура за бортом минус 5, то здесь хотя бы 5 или 7 градусов будет, одну ночь можно передержать, но опять же с подогревом. Все, с вами была Ольга Чернова, несмотря на то, что сегодня вот такой солнечный, хороший денек, настроение немного тревожное, мы все ожидаем вот этого и снегопада, и похолодания, потому что были планы что-то сделать в огороде дальше, но посмотрела прогнозы, поняла, что всю неделю будем сидеть дома, потому что при одном градусе и при нуле, конечно, никому не охота работать, можно и простыть, и выйти из строя надолго. Будем, у меня сейчас работы много, вот рассаживаю по стаканчикам, пикирую, какие-то делаю перевалку, вот огурцы уже подросли хорошо, буду в 500-граммовые стаканчики, рассада здесь не вся, перцы даже выносить не стали, потому что мы вот всего 2 дня назад сюда выползли, и то не все. Видите, вот томаты, которые сегодня впервые я вынесла, вон подвяли, у них опять получается, что я их закаливала, закаливала в прошлый раз, а неделю просидели дома, и они опять стали очень восприимчивы к солнечному свету, отвыкли, если вот так выражаясь русским языком. Я их сегодня выставила, они опять начали вянуть, до этого они стояли хорошо, и солнечный свет переносили прекрасно, уже были как закаленные, но вот опять забыли, что такое яркое солнышко. Не выношу пока перцы, не выношу пока баклажаны, потому что смысла нет их сюда выносить, завтра опять эвакуацию домой делать, это все лишний труд. И здесь нет томатов, которые для тоннелей. Они у меня уже стоят на закаливании, в холодной теплице в огородной, не в придомовой, а в огородной. Ночь уже они там у меня прожили. Но скорее всего, когда будет минус пять, мы их опять сюда приходим, придется их опять сюда вернуть, или вообще занести домой. Все. Вот с вами Ольга Чернова, я желаю вот такой сложный апрельский период, апрель это очень коварный месяц, то вот так жарко как днем, потом будет холодно, как зимой. За апрель мы можем пережить все, и лето, и зиму, и весну, все три сезона. А, кстати, еще и осень, была сегодня дождь, и так пасмурно, как осенью. Вот желаю вам этот сложный период, пережить, перетерпеть, найти удачные, оптимальные даты вот такие для высадки, чтобы было и вам удобно, и растениям хорошо, чтобы это никак не отразилось, не снизился наш урожай, чтобы все вовремя мы вы получили, все, терпеливо ждем еще неделю. До свидания.